В чем особенность уплаты налогов в Севастополе и как ведется подготовка к реформе контрольно-кассовой техники? Эти вопросы стали главными на публичных обсуждениях, проведенных Управлением Федеральной Налоговой Службы по Севастополю 31 октября. Встреча проходила в Севастопольском Центре Культуры и Искусств. В ходе нее стало известно, в городскую казну станет поступать значительно больше средств от транспортного налога. За 2017 год эта сумма составила 176 миллионов рублей, показатель почти на 34 миллиона выше прошлогоднего. Из этой суммы в городской бюджет уже поступило почти 68 миллионов рублей, 39% от общего числа запланированных поступлений. Увеличилось и количество самих транспортных средств на 16%. Согласно представленным данным, в Севастополе налог на транспорт уплачивается за 98 тысяч единиц техники. Общий там просто при таких показателях составляет 124%. А вот земельный налог в этом году начислен впервые. Он затронул период 2017 года. Он исчислялся по инвентаризационной стоимости и в отношении тех земельных участков, на которых уже оформлено право собственности и эти сведения в налоговые органы поступили из Севрегистров. Кадастровая оценка в этом году уже на сегодня завершена с земельных участков. К концу года ожидается, что результаты ее будут утверждены. И, соответственно, первый налоговый период, с которого будет применяться уже кадастровая стоимость при расчете земельного налога, это 2000 будет период 2019 года. Земельный налог в Севастополе за 2017 год должны будут уплатить владельцы 35 тысяч участков. По предварительным расчетам общая сумма поступлений составит 8,5 миллионов рублей. Четверть из них уже уплачена гражданами. Исполнить свои налоговые обязательства севастопольцы должны до 3 декабря текущего года. Еще одно изменение – перерасчет выплат будет вестись по новому принципу. Если наши граждане будут своевременно производить уплату имущественных налогов, то для них не будет осуществляться перерасчет в большую сторону. То есть в меньшую будет сторону осуществляться, в большую нет. Сейчас в городе ведется подготовка к заключительному этапу реформы по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. К 1 июля 2019 года все индивидуальные предприниматели сферы услуг, торговли и общепита, не имеющие наемных работников и применяющие специальные налоговые режимы, патентную систему обложения, должны будут перейти на использование онлайн-касс. В результате первого и второго этапов реформы контрольно-кассовой техники у нас в городе зарегистрировано уже 8,5 тысяч кассовой техники нового образца. Ну и по прогнозам налоговых органов, третий этап реформы ККТ затронет порядка 5 тысяч наших субъектов малого предпринимательства. Продолжение следует...